Духовно-религиозное образование Немало споров на эту тему, многие от различных крайностей, включая и до того, что кто-то пытается найти какое-то все-таки рациональное зерно в этом. Сегодня в нашей беседе принимают участие известные по нашим программам постоянные участники. Это студент третьего курса журналистского факультета НГУ Борис Резун. Чтобы не возникало никаких недоумений, он никакого отношения не имеет к некоему клеветнику, историку Резуну. Нет, 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 не родственник. Ну просто, чтобы никто тут никакие инсинуации по этому поводу не выдвигал. Значит, просто однофамилец, да. Борис известен своими такими интересными взглядами, такими, что его неоднократно подмечали лица, связанные с информационным полем. Значит, и батюшка, отец Феодосий, который неоднократно у нас тоже участвовал в духовно-исторических беседах. Вот. Ну, могу сказать, что он интересный богослов. Это мы уже видели. Человек, который учился у самого Осипова, насколько я понял. Как его зовут, я запомнил? Алексей Ильич. Алексей Ильич Осипов. Известный в России самый крупный богослов. Он преподобие в Троице Сергееве Лавре, да. Вот. Был его не последним учеником, насколько я знаю. Поэтому взгляды и мировоззрение этих приглашенных сюда людей, конечно, будут довольно интересны, я думаю. Предоставим слово молодежи. Значит, Борис, вы как человек, недавно окончивший школу, как учащийся сегодня... Как студент. В современном университете. Как вы думаете, насколько необходимо введение духовного, религиозного или еще как-нибудь назвать образования в высших и средних учебных заведениях нашей страны? Хорошо. Кратко для затравки. Я, несмотря на то, что человек светский, я говорю, да, нужно. Религиозное образование. Но что люди понимают, когда вот говорят религиозное образование? Что сразу поднимается в голове? Ну, поднимаются довольно поверхностные, чрезвычайно поверхностные представления, вплоть до уровня каких-то интернет-момов, когда вот, да, батюшка у нас на фоне тоски, Бог есть, Бога нет. Вот на таком уровне дискурс. Я вам говорю так, а я вам говорю, что вот не так. Я против этого. Вот это называется слово мракобесие. Вот это действительно, при всем уважении, это вообще не дело. Можно ни к кому? К церкви, к традиции, к работникам. К работникам совершенно верно. К культа. К работникам культа, да. При всем уважении, вот это совершенно не пойдет. Что я понимаю под религиозным образованием? И что я понимаю, когда говорю, да, что оно нужно? Религиозное образование, я считаю, нужно вводить в научном разрезе, в научном контексте. Для нас это, кстати, нужно сразу сказать, потому что, ну, в комментариях живой планет, когда люди будут смотреть, что для России это никакая не новинка, как, собственно говоря, для всего мира. У нас было не просто образование, а целый комплекс образовательный, который я называю одним простым словом богословие. То есть академический круг богословов, студентов богословов, преподавания, предмет богословия. Потом, понятное дело, страна взяла другой вектор богословия. Я ввели ту дореволюционную. Дореволюционную, да. Потом при революции взяли другой вектор, наша страна взяла, убрали богословие. Образование, на самом деле, ничего не потеряло от этого, оно все равно стало лучше в мире. Но вот сейчас мы находимся в постсоветском времени и вот думаем, да, как вот возвращать. Я думаю, нужно возвратить. Но, чтобы это, раз, было в научном разрезе, чтобы это был анализ, все-таки анализ очень тщательный. И, два, чтобы это не шло в ущерб другим наукам. Химия, физика, биология, история и прочее. Вот такое вот без отравки. Дальше я расширю. Хорошо, я просто, чтобы вы маленько успокоились, привели в порядок свое душевное равновесие. Маленькую разрядку хочу ввести, вы сказали, о дореволюционном периоде. И вдруг мне вспомнилось, я-то человек, который читал советскую литературу, помните, было такое произведение, на котором выросло не одно поколение советских патриотов. Блестящее произведение с точки зрения того мировоззрения советского культового. Это называлось «Как закалялась сталь». Да, Островский. Помните, как там Павка Корчагин подсыпал табак, махорку, папу, куда он там подсыпал, в масло. В масло, в кадилы можно подсыпать. Вот к чему доводило тогда, примерно, вы говорите, там было духовное образование. А ведь подростки – это интересный народ. Они же идут из чувства противоречия, понимаете? И растут из чувства противоречия. И не даром, что вот если кто-то хочет сделать очень благое и святое, а получится-то может все совсем наоборот. Ну, я считаю, что нужно пытаться. Я объясню потом, почему. То есть, в чем польза. Поэтому, пожалуйста, передай. Хорошо, Бадюшка, ваше мнение по этому поводу. Ну, во-первых, надо сразу задать вопрос, чего мы хотим достигнуть. Зачем нам это? И тогда уже можно будет ответить, нужно оно или нет. Если нам необходим такой квасной патриотизм, который будет построен не на глубинной такой научной сознательности человека, а на каких-то домыслах, фантазиях, убеждениях, сказках, и это можно тоже сделать, в этом много есть. Например, Гитлер или Наполеон, они именно так и действовали. Если вы помните, все немцы шли с надписью на поясе «С нами Бог». Там еще много было мистики. Да, мистики очень много, но она, мистика, всегда религиозна. Потому что, если тут уже грубо сказать, то православное колдовство ничем не отличается от шаманского колдовства, разницы нет никакой. Пусть кто-то хочет, бубен бьет, то чего магия, она и мистика, она не имеет отличия. Только разница, знаете, в чем будет? Скажут о том, что Бог на одно смотрит слева, а на другое смотрит спа. Вот это вот вся будет разница в этом. Но, с другой стороны, если к нам, мы подойдем с вами не просто с точки зрения патриотизма, что вот человек должен, русский, быть православный и такой самодержавного настроя, а подойдем к тому, что мы хотим получить людей логически мыслящих, нацию людей соображающих, умеющих думать, умеющих оценивать ситуацию, ловких умом, то тогда, конечно, религиозное образование нужно, и оно нужно с точки зрения, не имеющих никакого отношения к церкви. То есть ее не должны преподавать священники, и люди заинтересованные в этом. Потому что любой, пусть тоже опять бьют в бубен и прыгают, любой поп будет делать свой приход. То есть все это ради зарабатывания денег. И если только, да, даже до того, что если два попа на одной территории соприкоснутся, то они будут делить улицу. На его улице бабушка умерла или на соседской, и кому будут деньги. Поэтому прихожан также точно будут делить. И поэтому заинтересованные финансово организации и лица не должны предпринимать в этом образовании участие. Потому что они должны... Там могут писаться какие-то книги, там что-то еще. Это должно проходить в Министерстве образования определенный ценз. Оно должно соблюдать принцип равенства, принцип светскости. Не то, что вам говорят, что вот так, так и так есть. А то есть это вам представляется на ваш суд, на ваше размышление, на какие-то доказательства, какие-то определенные логические... Построение определенных логических цепей, мысленных. А не то, что вот я доказал, и вот я вам так вот, и вы должны мне верить. Иначе вы совершенно правы. Это рождает отторжение. Особенно у молодежи и особенно у людей мыслящих. Потому что все это воспринимается как некое... Вот есть сексуальные посягательства, а это духовное посягательство. На духовное изнасилование мозга. Причем каждая религия будет это пытаться сделать в своих извращенных формах. Как умеет. Каждый по-своему. Какой ему удобнее вариант. И поэтому, если вот я вот как бы два вопроса чертил, если мы хотим получить трезвомыслящих людей, это должно быть научно и светски, и научно проработано. И мысль должна быть, это как религиозное образование. А если мы хотим получить армию СС, и нам нужно для... Хотя в определенные моменты истории это нужно бывает. Если это больше интересует власть нынешнюю, современную, то тогда именно вот та идея, как проталкивается сейчас в школах и в институтах везде в виде закона Божьего, она, эта идея, имеет право на жизнь. Хорошо, я понял. Борис, в принципе, высказал мнение, что религиозное образование необходимо в виде религиоведения, я так скажу. Ну да. Больше через разрез, да. Которые будут преподавать профессиональные историки, знакомые с историей, с культуроведением. Да. Специалисты. Специалисты. Да. Но ни в коем случае не священники. Да, даже не то, что священники, даже не те люди, которые работают в епархиальном управлении. Если преподавать историю колбасы будет директор мясокомбината, то качество колбасы резко снизится. Есть комментарии. Пожалуйста. Да, да. Я вот действительно, лучше всего, идеальный вариант, это действительно специалисты истории коллегиоведа. Вот у нас сейчас в дискуссии как раз две точки зрения, точнее два представления. Получилось даже не дискуссия, а беседа. Беседа, да, хорошо. Ну вот получилось, два у нас как раз четко кристаллизировалось, два представления. То есть, религия как мистификация, действительно, и тогда вот, когда люди, даже, я теперь, наверное, даже понимаю определенную часть общественности, которая против, потому что, скорее всего, вот у нее в голове появляется, ну, у нее в голове сидит жесткое определение, что религия это в первую очередь мистификация, и, соответственно, когда им говорят религиозное образование, у них возникает эффект несовместимого. Ну, как живой труп. Ну, что значит религиозное образование? Образование должно быть образованием. Вот химия, биология, физика, история. А что значит, как может быть мистификация, соотноситься с образованием? Но, вот, если расширить просто и преподносить в более широком ключе, в более продуманном, у нас само по себе религиозное образование, религиозная школа, это помимо того, что, ну, мистификация, обрядовость и так далее, это же мощнейшая философская школа. Давайте вот я предлагаю так посмотреть. Это идет к, вот как раз представлению более научному. Это мощнейшая философская школа. Потому что первоисточники всех религий, а конкретно священные тексты, это не просто ведь набор умных фраз, это такие сверх выдержанные, сверх концентрированные тетисы, заключающие в себе огромный культурно-исторический опыт того или иного народа и даже народов. И эти мысли, они о каждом, понятное дело, священный текст в нем есть, я, наверное, не ошибусь, представление о моделировании некого идеального общества, но это лишний раз говорит о том, что вот первоисточники даже религиозные, если на них смотреть, не с фанатичной точки зрения, не с точки зрения человека чистосветского, они несут некоторые воззрения социологические, исторические и так далее. Но опять же, это те воззрения, с которыми можно работать. Но оно так же несет и заблуждение. И несет и заблуждение. Но проще, Боря. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Ты хочешь сказать, что надо преподавать религиозные тексты. Что они имеют право быть. Они не просто имеют право быть. Он имеет в виду не религиозные тексты, я думаю, он имеет в виду главные мысли. Ну да. А на мысли, что такое тексты религиозные, кто кого убил, и кто где там кого закопал. Это были религиозные тексты, а не разных религий. Да. А вот мысль такую, например, мысль, допустим, что человек человеку друг или не делай другим того, чего себе не желаешь, эти мысли будут, они религиозные. Но они над религиозные. Они еще выше. Они выше этого всего. Я тут два слова буквально вставлю. Я лично считаю, что религия – это отражение инстинктов человека. Все религии отражают внутренний инстинктивный мир человека. И все, что не инстинктивно, и все, что противоречит человеческим, таким внутренним, глубинным, будем говорить, природным каким-то движениям, оно в религиях сметается. Оно уничтожается и сметается. И поэтому любые религиозные тексты, они просто выражают главную мысль, главную такую вот, знаете, вот красиво оформленную мысль, которая блуждала во тьме человеческого подсознания. Она там гуляла, гуляла, гуляла темная. А тут ее мудро, или вот словами Христа, либо какого-нибудь там, не знаю, древнего, древнего. И я не знаю, надо ли в рамках учебных заведений гоняться за этой мыслью? Нет. Я тоже считаю. Нет. Понимаешь? Понимаешь, религиовидение, это понятие, может быть, разное можно рассматривать. Ты предлагаешь, в том числе, рассматривать религиозные тексты. Мысль, конечно, имеет право быть, но если мы эти тексты только глянем, тексты иудейские, тексты христианские, тексты иудейские, тексты буддийские, тексты буддийские, то тогда образование уйдет в такие дебри, и ты прекрасно знаешь, что там некоторые тексты взаимоисключающие. Взаимоисключающие, так можно так же откопать. Можно ли гоняться за этой мыслью и кто будет это делать? Ведь религиовидение может подразумевать под собой историю религий. Верно. Нет, это я тоже. Вот на этой почве, соединив это с историей… А вы давайте тогда ответьте на мои вопросы, на мои вопросы. Ну давайте. Я очертил это прямо сразу вам сказал. Вот если вы хотите получить с нами Бог и армию людей, которые будут жестко отстаивать интересы России на международной арене, патриотично настроенные, причем уверенные в том, что именно с нами Бог, а не с ними Бог. А не хоть там себя, а вот с нами Бог. И если это нужно сейчас государству, для его выживаемости, если это сейчас вот нужно для того, чтобы нам сделать какой-то прорыв, то тогда именно нужно преподавание религиозных текстов. Все будут уверены после вот этого религиозного образования, что с ними Бог. Но кончится это обязательно 17-м годом, когда все в этом разочаруются и возне видят своих лживых преподавателей и их будут кидать с колоколем. А кстати да. И жечь и бросать с колоколем, причем кто как, кто вниз головой полетит, кто вниз ногами, это уже будет зависеть только от законов физики, а не от каких религиозных воззрений. Мусульмане на киевской окольне или попа, он будет падать с ускорением 9,8 метров в секунду. В зависимости даже, ну может там ближе к экватору или дальше, может чуть быстрее, чуть медленнее. Но, еще секунду, второй вот, второй момент. А если мы хотим получить людей думающих, избавленных от этих революций и потрясений, то преподавание это должно быть чисто в научном ракурсе. Вот так давайте ответим, что мы хотим с вами. Мы хотим с вами первую мою тему или вторую? Какая нам ближе? Что вот мы будем сегодня обсуждать? Мы идем в одном направлении, между прочим, продвигаемся. Я лично за то, чтобы преподавать в общеобразовательных учреждениях ближе к науке, только с научной точки зрения. То, что можно научно как-то подтвердить, обосновать, логично доказать и создать в голове, в мозгах будущего гражданина логическую мировую взаимосвязь. Все, что касается духовного восприятия, это идет на уровне семьи, это идет на уровне его духовных отношений к предкам и так далее. Ребенок это почувствует в семье и в том круге, в котором он общается. Тогда вы говорите о второй теме моей, не о воспитании религиозности в человеке, а именно о воспитании способности думать в ракурсе общей мировых ценностей. В. 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 Первый путь национальный, и второй путь научный, национальный и научный путь. У религии два варианта только есть, два пути. Либо национальный, либо такой наднациональный, будем говорить, более близкий к науке путь. Все православные церкви замкнулись в пределах своих государств. Никогда за пределы своих государств они не выходили. Я вам приведу колоссальнейший пример. Николай Японский. Это просветитель, миссионер. Один из немногих русских миссионеров. Они были на Аляске, допустим, там, и вот в Японии. Немного, в Китае чуть-чуть. Ну, то есть, если взять, например, католическую церковь, то православное миссионерство это, ну, просто, ну, это туман, утренний туман. Если католическое миссионерство, и протестантское особенно, то это Ниагарский водопад, то православное миссионерство это утренний легкий туман, который солнце всходит, и оно развеивается, и все. Вы знаете, какое самое интересное я запомнил из его жизни описания Николая Японского. Он приехал в Лавру, стал на колени перед гробницей преподобного Сергия и говорит, преподобный Сергий, буду судиться с тобой на страшном суде. У тебя здесь сотни, тысячи студентов, никто не хочет быть миссионером, никто не хочет ехать. Говорит, двух нашел. Один пьяница, видно, нос красный, не знаю, поможет ли он мне в Японии, а второй вроде сказал, да, вроде нет. Приедет или нет, одному Богу известно. И действительно, у него не было совершенно помощников, никаких миссионеров не было. Если мы возьмем с вами Иннокентия Иркутского, то после его смерти выяснилось, что ему забыли жалование платить, всю жизнь не платили. То есть о нем просто забыли? Она должна защищать интересы государства и власти. Если она их не защищает, она становится сразу на 10-21 метр. Подождите. А вот все, кто пошли, нет. Это, конечно, есть какие-то в Иерусалим, допустим, там и прочее, все остальное, но это же не мешает даже тому. Помните, когда на предсоборном совещании Вселенском было принято несколько резолюций таких, прижимающих православную, русскую православную церковь, так патриарх Покойный Алексей даже общение прекратил с Константинопольским патриархом. Потому что каждый будет защищать свои национальные интересы. И поэтому они все приобрели название русской. Вот сейчас все это еще больше скрутилось, скукежилось так, скукожилось. А никогда не было такого названия русской православной церкви. Его никогда не было такого названия. Это Сталин придумал. Это название дал Иосиф Виссарионович Сталин. Он великий, конечно, человек. Но московская патриархия и вот это все это придумал Сталин. Была церковь российская, греческого обряда. Иногда не было русской православной церкви. Все придумано в советские времена Сталином. И оно приобрело эти формы. Почему? Он восстановил церковь, там оставалось 4 митрополита, он восстановил ее для себя. И ее устав он написал. И вот этот весь порядок делался именно для поднятия патриотизма народа, победы в войне и прочее. Была определенная цель. Да, нужна была цель. И оно и сейчас сохранилось. А если мы с вами возьмем какие-нибудь католицизм, то католицизм, смотрите, как он шагнул по всему белому свету. Почему? Потому что поставил папу над этим всем. И это правильно. Почему? Потому что, знаете, как Христос говорит, помните, помните, Пилат спрашивает его, ты ли царь иудейский? Как он отвечает, царство мое не от мира всего. Да. И вот если мы хотим, опять, это я к образованию, все верну, веду к образованию. Если нам нужно вот это узкое наше, борющееся со всем миром и считающее, что именно наша Богородица, самая святая, наши иконы, самые лучшие, и наша патриархия, и наши чиновники, вот, какают зефиром и пукают духами, то тогда вот это религиозное образование, наша идея. А если мы хотим вот большего, если мы хотим, вот, чтобы Россия была такая, как она была, вот, при российской, греческого обряда православности, которая объединила полмира, вот, это надо людей по-другому сказать. Это не нужно, вот это церковно-приходское образование совершенно здесь не подойдет. И вот закон Божий в том ракурсе, который ему предлагают пихнуть сейчас в школы, он совершенно не в этом контексте. Я вот, я еще к своим словам вернусь, можно я цитирую кое-что. Это, это, значит, статья Александра Журавски, ну, знаете, ну, в общем, статья Александра Журавски, программа религиозного образования в России, публикован на журнале «Континент» за 2002 год, еще номер 114. Это недолго, 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 просто мысли, скажи, какие все. Тут, тут, смотрите, смотрите, тут вот, вот какая мысль у него есть. Фантазмагоричная история распада СССР и образования на части подсоветского пространства государства под названием Российская Федерация, так и не нашедшего свои национальные идеи, ну, или, как мы знаем, нашедшего, но что это была за национальная идея? Ну, в принципе, мы уже говорили, мы народ, а не нация. Ну, ладно, а изнаменовали не менее фантазмагоричный синкретический этап государственно-церковных отношений. На этом этапе, ну, в скобках он говорит, который близок к логическому завершению, как считает автор, а скорее даже уже завершен, государство стало питать к религии смешанные чувства, состоящие из религиозного невежества, религиозной всеядности, неосознанной вины за былые преследования и дремучего атеизма, то есть взаимоисключающие аж вещи, если посмотреть, сцедливо скрываемого за секулярной терминологией... Просвещенного гуманизма. Да, просвещенного гуманизма и так называемой светскости. То есть вот, да, вот наша... Давай, очень мысль хорошая, давай прокомментируем. Хорошо. Общество и мир проходят такие же этапы развития, как и человек в своей жизни. То есть у него есть период неосознанного детства, есть период подростковый, есть период юношеской глупости и сумасшествия, это всегда есть. И поэтому, вот именно, как здесь мысль очень хорошо выражена, становление церковно-государственных отношений происходит определенные этапы. Вот как растут у человека там пальцы, ручки, глазки, ножки, точно так же эти отношения определенным образом развиваются. И в зависимости от того, ну в какую фазу входит государственное развитие, начинается определенное... Определенным образом развивается вот этот общегосударственный организм. А церковь в нем всегда играла роль иммунитета, внутреннего иммунитета. И если иммунитет ослабнет, ослабевает иммунитет, то есть совершенно будет беспринципиальное общество, абсолютно, его очень легко поражают внешние болезни. А когда иммунитет становится страшно сильным, онкологические заболевания, опухоли... Вы знаете, вот иммунная система – это палка от двух концов. Если она очень слабая, иммунная система, то любой чих-пых, ких-пых, человек умер. А если эта иммунная система становится дико сильной, лейкоциты начинают воспринимать собственные клетки, собственные организмы, как врагов. Они разрушают суставы, они разрушают сосуды и вызывают раковые опухоли. Вот это вот то, что нам предлагается вариант. Либо совершенно ничего, либо раковые опухоли. Я бы добавил, мне дико даже представить, что будет, если в наших школах появятся какие-то программы, которые составили некоторые сегодняшние церковные деятели, которые даже сегодня с экранов происходят. Просто мне потрясающе. Это не объективное абсолютно отношение к истории своего государства, поливание грязью определенных этапов своей истории. Понимаете, если это будет насаждаться в нашем обществе, в наших детях, то они запрыгают точно так же, как запрыгали недавно на Украине. Но это ограничивает, это ограничивает кругозор и мировоззрение. Поэтому, конечно... Я бы даже сказал, парализует. Парализует. Поэтому я полностью согласен с этой мыслью вашей, мне она очень понравилась. Но у меня еще будет, я потом скажу все-таки. У меня неоднозначное отношение. У меня все-таки есть пару слов в защиту. Религиознообразно. Да. Но я скажу. Я скажу. Я все-таки дослушал до конца и скажу. Хорошо. Я еще тогда немножечко еще добавлю. В корзину все-таки за нормального, адекватного пути. Вот сказал про то, что вот если начнется, значит, это мракобесие, в том числе начнется необъективная оценка. И в том числе, раз все-таки церковь, да, связана с государством, получается основное внимание истории государства, начнется, значит, поливание грязью некоторых исторических... Уже сейчас. Уже сейчас. Причем оно вот... Казалось бы... Эти церковных деятели подхватывают на высшем, на самом уровне. Причем, казалось бы, но это же не какие-то либеральные там демократические круги, которые... Это церковные деятели. А тем не менее идет... Которые должны примирять. Которые должны примирять. Любовь между людьми. А точно такой же дискурс, точно такие же, значит, тезисы и прочее. Вот у нас сначала Россия, это на уровне, да, сказки. Вот у нас сначала Россия несколько тысяч лет была прекрасной, по ней летали белые единороги, и вообще все было зашибись. Потом пришли чертовы коммунисты, сатанисты, всех убили, да, все разрушили. У нас дьявол сто лет правил России, а тут снова Бог. Добавить, все они имели либо семинарское, либо минимум церковно-приходское образование. Все революционеры, это известно, это просто... А некоторые даже были ксянзами, как Феликс Эдмундов и Дзержинск. Либо партийные школы. Ну, пошли. Да, либо партийные, да. Вот, ну, это такая, это, знаете, это все вот именно такие религиозно убежденные люди, если они сильно переубеждаются в чем-то, они начинают новую религию толкать. Они толкали, они создали ее, эту новую религию, и они ее, ну, они как бы от старой религии приняли форму, форму, как это делать. Вот простейший пример. Вот ничего, оно не напоминает, например, портрет на палке, который несут Ленина там, или, например, Сталина, или Крущева. Да, раньше носили, да, раньше носили хоругви, там был Христос или Божья Матерь. Собрания партийные с разными там всякими пениями, гимнов и прочим, все остальное. Это форма богослужения. Мощи на Красной площади, как это было, попы всегда издевались по мощам и мира, канализация прорвала. Да, поэтому это всегда было, это формы, я еще раз вернусь, это формы того, как человеческий организм, как форма функционирования биологического существования мозга, как она воспринимает себя в окружающем мире. И вот в завершение, то есть... Нет, не в завершение. Точнее, не в завершение, а... Продолжение. Да, продолжение. То есть, не должны мы допустить, чтобы повторно... У нас и так, у нас и так в обществе есть, ну, точнее, да, в обществе, в общем, есть сверхмиф, да? И вот есть, касаемо нашей истории, она действительно мифологизирована чрезвычайно, в том числе 22. И мы не можем допустить, чтобы еще раз прошло это мифологизированное наложение, только уже со стороны других людей. Абсолютно верно. Вот, поэтому... А образование как раз что? Это образование штука, которая уничтожает либо предпосылки для создания в юных и неокрепших головах, вот, там, школьников, студентов, таких как я, вот этого мифологизированного мира. Либо его уже уничтожает, выкорчует, но пока это не совсем поздно. Потому что потом, да, человеку уже, когда он 10 лет проработает, в 30-40 лет, уже этот мифологизированный вверх уничтожить крайне трудно. То есть, да, мы не должны вот этого допустить. Поэтому нужно брать, да, в историческом аспекте, в религиовеческом, нужно вот эти тезисы, их, во-первых, полно давать, во-вторых, именно взбирать, выводить их над религиозным уровнем. Да, и по-третьему не должны иметь отношения. Верно. Если мы говорим, если мы, допустим, берем фигуру Христа, то мы должны, то мы должны говорить, значит, пропускать его, опять же, через исторический. Христос, римская власть, торгожи в храмах. С разных точек зрения. Да, пусть мы будем разведываться. Верно все трезво. Совершенно верно. Я буквально еще сказал. Дело в том, что образование, я считаю, это не просто какой-то поток знаний, а это именно образование человека. Именно от образования зависит, каким вы будете. То есть это образовывает ваше мышление, это образовывает ваше поведение, ваши реакции и прочее. Давайте не будем отходить от науки. Мы как бы сейчас говорим о человеке, как о неком компьютере, где можно стереть программу, поставить, убрать что-то. Это невозможно. В вашем мозге сформируются миллионы нейронных связей, которые вы потом не преодолеете никоим образом. И если человека лет вот в таком подростковом возрасте ему четко вдолбить что-то в голову, у него меняется структура головного мозга. И он будет в своих заблуждениях фанатично убежден, в своих убеждениях. Поэтому здесь нужно очень аккуратно подходить к этому фанатичному формированию. Что происходит дальше? Когда человек в этом разочаровывается, месть его и ненависть к этому всего. Страшнее любой веры. То есть он начинает это презирать, ненавидеть и так далее и тому подобное. То есть это... В начале 20-х века. В начале 20-х века. Все великие революционеры практически вышли из Баллии. Семей священников. Именно. Вы никогда не слушайте то, что говорят, что безбожная власть напала на церковь, разрушила и так далее. Боль вообще, да. Тысяча. Это советская власть, она рождена церковным воспитанием. И законы по образованию, она рождена. Это метод. Если вы возьмете Сталина циркуляры, вы увидите епархиальное управление с его указами и распоряжениями. Ему годы в семинарии не прошли. Да. Вообще не прошли. ЦК. ЦК это обыкновенный епархиальный совет. ЦК КПСС. Это сенот, в котором сидят старые деды, уже такие заводорители, Ворошиловы, Коневы и прочее все остальное, и вершат судьбы епархиального управления в масштабах Российской империи. Это точно принцип. Одинаковый абсолютно, как есть. Это перенято было опытом их. А священный текст – марксизм. Да. Они пилились его. Брежневы, Косыгина, Сусловы. Да, 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 и Грамыки. Священный старт. И вечно не умирающий этот самый, как его, Каганович, по-моему, да? Глазар Моисеевич Каганович. От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. И паралича. Не, ну да. Можно? Можно, конечно. Ты молчал столько времени. Значит, мне очень понравилась мысль, которую батюшка направил, можно я немножко продолжу. Вы правильно совершенно сказали, но заключение этой мысли должно быть. Когда идет вот этот совместный ход исторический государства и церкви, он идет, идет, и неизвестно еще к чему придет. Может быть, он опять придет к обрушению церкви? Конечно. Вот вы что ни говорили, я ждал, что вы... Обязательно. Любовь эта проходит. Эта любовь, она пока взаимовыгоднительность. Да, потом их не станет, все. А до чего они дойдут при вот таком вот отношении? Бобов колокольн кидать будут, что будет нового? Это надо было наговорить, это совершенно очевидно. Я издеваюсь, я всегда издеваюсь. Я хотел большую колокольню возле храма построить своего, и у меня не получилось. И я всегда говорю, ну слава Богу, что я ее не построил хоть с моей колокольни, ни одного папа не скину. Но ничего, вон есть хорошая колокольня возле кафедрального собора, причем те, которые оттуда будут падать, они будут лететь в сторону кабинета управляющих. Хорошо. Не потому, что там христианская вера или православная наша русская вера такая вот какая-то неправильная. Нет, не потому. А потому что люди, которые со стороны власти совершенно бездумно, иногда и безумно совершенно присоединяются к этому напомню, они непонятно к чему приведут. Абсолютно. И когда мы смотрим вот эти толпы стоящих со свечами вот этих вот государственных высших чиновников, олигархов и так далее, то это не наводит на мысли править. Залавание иконы там и такие. Это наводит не на мысли править, это наводит на какие-то вот размышления, ну совершенно негативные. Это обрядовость, это обрядовость в расширной духовности. Можно я договорю дальше? Ну это то же самое, что было, например, вот я буквально еще секунду, какая разница, Екатерина Великая, ну пусть чужими руками придушила своего мужа, но ее же благополучно, она же императрица и никто на нее пяти мини не накладывал и со свечками она стояла. А Лизавета Петровна, пришедшая на перевороте, а всякие царевичи Иоанны Пятые, которые были там уморены в тюрьме, а Александр Первый, который пришел... Это династическая война? Нет, подождите, с точки зрения церкви это убийца. Нет, нет, я к тому, вы не поняли, вы к тому, что они так же стояли со свечками на амблоне, как и современные чиновники, к чему это все... К обрушению, я открыл руку обрушению. И непонятно еще, нет, я не заканчиваю, я еще одну мысль даю, вот сейчас. Я хочу все-таки пару слов в защиту сказать, с какой точки зрения. Вы просто нельзя рассматривать все-таки все как единообразную струю, согласитесь. Наш мир разнообразен, и в том числе и образование у нас, в общем-то, неплохо разнообразно. Бывает и плохо, но есть и неплохо. Я к чему? Есть в нашей стране такое образование, как кадетское обучение. Есть. И вот то, что вы сказали, мы получим каких-то чиновников праведных и так далее, военных. А в этой системе, мне кажется, духовно-религиозное образование вполне уместно. Оно нужно даже. Оно даже нужно. Там, где воспитываются военные, может быть, даже и дипломаты, может быть, и так далее. Посмотрите, вот есть определенные даже примеры. Ну хорошо, возьмем наших там казаков, там у них давно это уже идет, там казахские школы, кадетские классы, там священники, и там это вполне гармонично вписывается, и я это приветствую. Почему? Потому что это идет в такой совокупности цивилизационных. Это стержень выстраивали. В то же время, посмотрите, в Чечне есть кадетское воспитание, то же самое, но там происходит исламское образование. Я бы просто к этому добавил, что в исламских кадетских школах должно проходить обучение истории православных, христианских и так далее религий, и соответственно в тех кадетских наших школах русских, которые должны обучать вполне корректно истории мусульманских религий. Эти ребята, которые придут в армию, я потому что человек, который послужил все-таки, придут, когда обучать молодых солдат, к ним придут и мусульмане, и буддисты, иудеи, и они должны понимать, в какой обстановке они находятся. Ваша мысль идеальна. То есть все религиозное образование в России в любой форме, с любым содержанием, с любыми книгами, с любыми научными руководителями должно воспитывать в первую очередь религиозную терпимость, взаимоуважение и признание, взаимопонимание и минимальные хотя бы знания друг о друге. Чтобы нельзя было сказать мусульманину, что православные в полночь хрюкают, а православным нельзя было сказать, что евреи там на ночью, на Пасху едят христианских младенцев. И если это будет правильно сформировано вот именно вот таким образом, тогда это лучше. Почему? Потому что я считаю это неизбежным злом, я не считаю это добром, потому что я знаю на своем огромном опыте, религия всегда все ставит в конфликт. В Евангелии написано Христом, я пришел и принес не мир, но меч. Религия всегда разъединяет. И если вы вот так вот проведем сейчас религиозное образование, как вот мы первые говорили части нашей беседы, это раскол нашего общества. То есть мы сами будем подготавливать у нас на территории религиозные бунты, волнения и прочее все остальное. Пример, вот сунниты, шииты, исламские государства и так далее и тому подобное. Очень религиозные люди, глубоко верующие, очень глубоко верующие люди. Но они просто уверены в том, что именно с ними Бог, и они с ним заключили особый договор, и там им в раю выделены ВИП-апартаменты. А все остальные быдла, они все будут в аду. Но хотя им это, конечно, я всегда прошу подпись Архангел Михаил там или как у мусульман там Архангел Джабраил хотя бы минимум. Я уж не прошу там от Аллаха письмо. Но пусть будет написано исполняющие обязанности там Архангел Гавриил или там Джабраил, например. Или у нас из патриархии какая-нибудь бумажка придет, там тоже не надо за подписью Иисуса Христа. Пусть будет подписано исполняющие обязанности Архангел Михаил. Мне устроили. Такой вариант. Но они ведь сами назначают эту веру. И они сами себя назначают непогрешими. Если в католичестве один Папа Римский непогрешен, у нас каждый, на каждой попа, каждый архиерей, епархиальный это вообще Римский Папа. И больше, чем Римский Папа. Даже больше. Ну и поэтому я считаю, что религии они, к сожалению, ведут постоянно конфликтом. Они никогда не ведут к миру, к созиданию. Никогда. Почему? Религиозный принцип желает... Самое главное идея — это спасти. То есть нужно другого человека спасти. Если он так не верит, как я, значит, он погибает. А если общество не хочет верить, значит, оно вообще все противоречит Евангелию, противится Священному Писанию, значит, оно все погибает. Значит, его надо все, если ты не так в общество верит, его нужно сломать через колено, это общество. Кроме того, я еще извиняюсь, я буквально тоже пару слов пока не забыл. К сожалению огромному, современные нынешние церковные чиновники вообще не представляют себе современной науки. И когда они говорят с высоких трибун и с телевизора, это выглядит так, как безграмотные попы толкают безграмотные проповеди безграмотному народу. И люди хавают. Вот вы знаете, вот пример. Простейший я приведу простейший. Я жесткий человек, я приведу простейший пример. Вот я в прошлое воскресенье включаю телевизор. Выступает самый-самый высший церковный чин. Иларион по ней? Нет, нет, еще выше. Вот. Выступает самый высший церковный чин с проповедью на сам воно, с проповедью о вдохновении. И вот он говорит, вдохновение – это особый божественный дар. То есть это слово «вдох». То есть Дух должен прийти и вот дать человеку там способность творить, писать музыку, писать там картины, писать стихи. И подождите внимательно. Да, говорю. И вот он говорит, это серьезно все говорит. Я вот задам всего несколько вопросов. И вы сразу задумаетесь. Вот назовите мне, пожалуйста, десять женщин знаменитых композиторов. Кроме Пахматовой вы никого не вспомните. О, что-то вы задумались так напрямую. Дальше. Теперь назовите мне десять женщин знаменитых поэтесс. Кроме Цветаевой, Ахматовой и Агнии Барто. Назовите. Горгориц. Еще. Десять. Если мы сейчас составим список мужчин, вашей тетрадки не хватит. Я не помню фамилию. Да единицы. Единицы. Дальше. Подождите. Десять знаменитых художниц назовите мне. Я хочу услышать. Серебрякова. Десять. Нет, еще была. Нет, исключение есть. Рождается. И вовсе с пятью ногами рождаются. Назовите мне. Десять. Вот, пожалуйста. Это означает, понимаете, я не хочу быть аскультоскультом. Нет, с мужчинами не хочу. Значит, вот послушайте меня внимательно. С точки зрения, да это не с точки зрения, это современная наука. Вдохновение – это форма сексуальности, в которой мужчина должен проявить себя для того, чтобы понравиться своей избраннице. Павлины распускают хвосты. Почему павлиник маленькая, серенькая, страшненькая и на яйцах сидит? Почему она не… Почему поют певчие птицы только самцы, а самки не поют? Это что ж такое? Бог злобный обделил женщин и женщин. То есть вдохновение определяется наличием яиц? Подождите, давайте договорим до конца. Есть яйца – есть вдохновение? Нет яиц – нет вдохновения? Конечно, женщины-то обделены, знаменитые иконописцы. Нет такого. Дело в том, что не надо говорить то, чего не знаешь и о чем не имеешь представления. Оно красиво звучит, что вдохновение – это божественный дар и прочее все остальное. Неправда. Это образ работы мозга. Это биохимия мозга. И она… Ведь есть и злобные произведения искусства, и произведения тяжелые, и очень-очень-очень-очень такие разрушительные и прочее. И начинать говорить о том, что ты их, сатана, вдохновил на это – это глупость и безграмотность. Я вернусь к тому, что это опять же рассказки. Это об образовании все. Все об образовании. Мы вернемся к Галилею. Это люди хотят убедить нас в том, что Земля стоит на трех китах. И все кругом вращается, а Земля неподвижна. Поэтому говорить можно все, что угодно. Но с точки зрения медицины, с точки зрения современной науки, это будет выглядеть просто как болтовня пустая. Потому что на самом деле научные современные открытия будут говорить совершенно о другом. И я считаю, что в подтверждение нашей с вами беседы, любое религиозное образование ни в коем случае не должно идти в конфликт с научными достижениями. Я это не просто говорю, а я это требую. Это должно рассматриваться с научной точки зрения. Если мы опять начинаем играть цветик-семицветик, верю-не верю в ромашку, вот это гадание ромашки, то мы опять получим нацию духовных инвалидов на костылях, которые будут друг душу душить, резать по религиозному принципу. Уже было это. А ты двумя пальцами крестишься или тремя? Аллилуйя! Ты два раза поешь или три, и все будет делаться. Не просто от глупости, а с истинными убеждениями, что именно это не мне надо, а это вот истина Богу нужна. И они такие-сякие двумя пальцами крестятся, оскверняют самого Бога. Вот только с научной точки зрения это можно осуществлять. Вот еще можно вернуться к словам, когда мы говорили про особенности многоконфессиональной страны, многорелигиозной. Вот ты говорил, что если учить, понятное дело, что учить не только православие, точнее ни в коем случае, не только православное разбирать, но учитывать и исламское, учитывать и буддистское, учитывать даже и удаистскую традицию, вот это тоже нужно. Потому что чтобы не было болтовни, чтобы не было конфликта жесточайшего. И чтобы уничтожить, опять же, взаимные мифологизированные представления. Чтобы действительно, потому что они есть. Чтобы фраза «убей неверного» не обрывалась на «убей неверного», а заканчивалась «убей неверного» в себе хотя бы. То есть мы должны вот это, то есть как-то внедряя религиозное образование, религиовеческое, давайте религиовеческое. Опять возвращаемся к тому, что это неизбежное зло. Просто, знаете, как вот, ну просто неизбежное зло. То есть это не необходимость общества, и это не потребность. А вот именно такой неизбежность. Если мы этим не займемся, то этим займутся представители исламского государства. А, вахабиты. Да, займутся те, почему? Потому что уровень культуры народа низкий, и вот эти ниши безграмотности заполнят, вот такие же точно проповедники того, что вдохновение – это божественный дар, заполнят точно такие, которые будут очень красиво говорить и правильно. Но ерунду, полнейшую ерунду. При этом люди же не обратятся к источникам. Да, и поэтому, конечно, поэтому я думаю, да, я вот еще пару слов, то есть да, нужно, чтобы уничтожить, чтобы действительно, как говорится, если не найдутся хорошие учителя, если не найдутся одни учителя, найдутся другие. То есть, чтобы, потому что религиозное образование, так-то оно будет, правильно, оно будет, только оно либо будет сектантское образование, явление, да, которое есть, те, кто у нас есть, на чем мы, либо будет образование, представительство, маргинальное образование. Можно будет не подвести и все-таки какой-то… Ну, это не то, что итог, это только мы, мне кажется, меньше половины беседы. Хорошо. Теперь надо, теперь надо окунуться до… А, итог нашей первой? От сотворения мира, веточность. Хорошо, давайте во второй части об этом поговорим, а сейчас я все-таки хочу немножко подытожить, потому что то, что говорите вы, то, что говорите вы, извините, мы повторяемся уже. Мы повторяемся, мы не повторяемся, мне очень нравится, что мы нашли консенсус. Да, значит, Борис все-таки говорит о религиозном образовании, мы все-таки говорим о преобладании научного образования, несомненного, к чему стремится наше общество, посмотрите. В советское время исключили религиозное совершение. Можете исключить, но не помешало. Но общество рвануло в научном плане так далеко, в такие дали, что сегодня нам и не снится возврат к тем мыслям научным, которые были в 60-е годы. Точно, это абсолютно точно. Времени всегда не хватало. Наверное, мы тогда сказали по первой части, может быть... Буквально пару слов. Буквально пару слов. Значит, подведем такой вывод, сделаем, что в нынешнем этапе развития России религиозное образование – это необходимое зло. Потому что с точки зрения того, как было в Советском Союзе или как было, ну вообще, по сути дела, в развивающемся мире, приходящем к более научным знаниям и все остальное, религиозное образование себя изживает. То есть оно не нужно, потому что человек умеет хорошо и свободно логически мыслить. Он приобретает науку, знания и все остальное. Мораль же, как ни странно, она прекрасно приживается в светском обществе и живет в Советском Союзе. И жила в Советском Союзе. Если кто-то сейчас скажет, что сейчас более религиозное общество и мораль у нас стало лучше, он будет глубоко заглуждаться. Поэтому любое религиозное образование, которое вот сейчас существует на данный момент, оно является ничем иным, как ошибкой, определенной ошибкой в историческом развитии России. Почему? Потому что это неправильное решение власти, а может быть просто от безысходности вернуться к этим прежним граблям, на которые уже мы наступали. И мы наступили на них, и они очень больно ударили нас по лбу в 17-м году. А по сути дела нам предлагают вернуться именно к тому, что было, что и привело к этому, к революции и прочим известным нам событиям. По этой причине нынешнее религиозное образование обусловлено только тем, что мы имеем огромную безграмотность в обществе. Заполнить нам ее нечем. Люди научные знания воспринимают с гораздо большим трудом, чем разные мифы народов, сказки и прочее все остальное. И если мы не заполним головы людей нашими мифами и сказками, то другие, более ловкие и хитрые, заполнят эти головы своими мифами. Это все именно, знаете ли, для чего делается? Для того, чтобы у нас было много конфликтов внутри них. У нас никогда не было много конфессионального государства. У нас всегда было моноконфессиональное государство, в котором православие всех остальных терпело. Никто не имел никаких прав. И было 12 законов уложения и наказаний. Поэтому все это очень жесткая такая система была. Если такой мультикультурализм дать, то это очень тоже плачевно имеет последствия. Очень бурно. Каждый начинает свою сторону тянуть и причиняет государству большую вреду. Поэтому религиозное образование в нынешней его форме я воспринимаю как неизбежное зло. И считаю, что оно должно быть не из детей там, а повыше, побольше, чтобы люди хотя бы это уже могли немножко думать. Они маленькие дети, которым промывают мозги. А все, что касается этого образования, должно проходить десятикратный фильтр и сито через Академию наук и через прочее все остальное. И поставить это только в интересах государства. Допустить это только в интересах государства, а не в интересах епархиальных управлений, мелких секточек, мусульман, православных, буддистов или еще кого-то. Это должно быть только все в интересах России. Все остальное должно быть убрано и как непатриотичное и вредное для русского народа. Вот вы сказали то, что я хотел. На этом мы первую часть нашу закончим. Спасибо. Спасибо.